Продолжение следует... Приношу свое извинение, что я начала урок не там и не так. И тема нашего урока – возлюби ближнего своего, как самого себя. Поэтому я надеюсь, вы возлюбите меня и простите и за опоздание, и за то, что вот так вот я начала урок. И начну я опять с самого начала. Мы с вами вспомним, что есть такая заповедь. И таким образом, это заповедь на третье. И Раби Акива говорит, что это великий принцип Тары. Я думаю, что... Всем привет! Всем добрый вечер! Я думаю, что, в принципе, все эти слова вы слышали не один раз, и тем более в течение и этой недели. Это время еще будете слышать, потому что мы все продвигаемся и приближаемся к Лагба-Омеру, к такому большому еврейскому празднику. Тем не менее, я хочу с вами поговорить о такой важной вещи, о смене 244 тысяч учеников Раби Акиве. Очень для меня, во всяком случае, важная тема. И я думаю, что для вас... И давайте вместе постараемся понять, почему это произошло именно там, произошло именно с ними. И произошла такая великая трагедия. Это была величайшая трагедия, поскольку это была практически элита того времени. В наше время и сейчас мы начинаем потихонечку выходить из мирового бедствия. На самом деле, не только мы, не только евреи в Израиле, потому что тогда речь шла только о евреях, только в Израиле, учениках Раби Акива. Сейчас весь мир находится в этой страшнейшей, в этом страшнейшем бедствии, в этой эпидемии, да, которая называется корона. Тем не менее, это даёт нам некую возможность понять, становится для нас ближе вся эта проблема, которая прошла 1900 лет тому назад. То, что сейчас происходит, это некое повторение в каком-то смысле того, что было тогда. Да, тот, кто действительно находился в эпицентре эпидемии, мы говорим с вами про города Абнебрак, видели в Иерусалиме, где было больше всего больных, да, он более чётко может понять, как это было тогда. Знаете, в 770, казалось бы, нам самым, для Хаббатникова, для нас, одно из самых важных мест святых, люди, которые являлись тоже элитой общества, люди, на которых держалась синагога, община, которые помогали абсолютно все. И вдруг они начали после Пурима, сейчас тут вот в Кронхайце, буквально один за другим умирать. И в каждом соседнем доме происходит просто жуткое страшное бедствие. И хотя мы живём далеко, но мы каждый день читали в интернете, по Ватсапу, все эти сообщения, и боль совершенно невероятная. Но то, что я хочу сказать, когда мы видим эту боль, когда мы слышим, тем не менее, через какое-то время, а мы видели, шали их там в Ганновере, ещё где-то умер, его жена говорит, мы продолжаем жить, мы продолжаем дальше нашу деятельность и так далее. У нас с вами сейчас немножко как бы вот, с одной стороны, есть вот то, что мы видим сейчас, с другой стороны, более 1900 лет. Мы с вами все находимся в трауре. Представьте, то есть более 1900 лет в эти дни евреи не празднуют свадеб, нет никаких свадеб. Мы не слушаем музыку, мы не стрижёмся, мы не бреемся. Почему? Почему, почему мы так долго справляем траур? Никто себе никогда не задавал этот вопрос, почему мы так долго сидим в этом трауре. И ещё раз я хочу вам сказать, давайте представим себе 24 тысячи учеников Раби Акивы, и они умерли за 33 дня. То есть, представляете себе, и в принципе, евреев было тогда не так много в Израиле, как сейчас. И представляете себе, что каждый день порядка 700 похорон в день. 700, даже больше, давайте разделим 24 тысячи на 33, посмотрим, сколько это будет. То есть, это не просто похороны кого-то неизвестного, понятного человека. Это элита того времени, да. Потрясающе, удивительные, тяжёлые события. В раз, вдруг, решились это, представьте себе, как вот сейчас, раз, 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 не дай бог, не дай бог, там, скажем, не КНЕСОТ, а не правительство, а, скажем, там что-то другое. Да, все люди, которые управляют страной, на которых держится порядок и закон, все умирают. Все. Вот так вот подряд, да, сказано, что осталось только 5 учеников из 24 тысяч у раби Акивы. И, соответственно, вопрос, как такое могло случиться? Подумайте сами, если это эпидемия, мы все видим, что никто из нас не знает, ни один человек из нас не знает, не может догадаться, не дай бог, кто завтра заразится, как это произойдёт, кто-то, мы не знаем, мы не понимаем, мы максимально предохраняемся по телевизору, по радио, везде объявляют, как мы должны предохраняться. У них не было тогда ни телевизора, ни радио, ничего. И, тем не менее, никакой другой житель страны Израиля не зародился и не умер. А Ешива, которая была не в одном городе Иерусалиме сосредоточена, а была сосредоточена в разных, снифы были, отделения были в разных городах Израиля, именно в эти места пришёл ангел смерти Малах Амавет, и этих учеников он забрал. И ещё один вопрос, который есть также у меня, как раби Акиева смог прийти в себя от этого, как этот человек, построив такую великую вообще империю, империю Талмидей Хахамим, смог найти в себе силы начать всё сначала. Мы с вами, как религиозные люди, понимаем, и не только религиозные люди, но на самом деле любой мыслящий человек, он понимает, что эпидемии не возникают сами по себе, они не происходят от того, что где-то вьетнамец, Китай, если кто-то съел на рынке живую или неживую летучую мышь, да, и мы понимаем, что именно не именно от этого, и совсем от другого умерло так много людей, и мы понимаем одну самую важную вещь. Эпидемия разражается, когда Всевышний недоволен. Он недоволен нами, он недоволен тем, что мы делаем, тем, как мы живём. Люди умирают, потому что они забыли, как здесь. Оглянитесь вокруг себя, скажите вот то, что происходит, и неважно, в каком государстве вы живёте, в какой точке мира, скажите, вот побыв дома, оторвавшись от каждодневной действительности, вы понимаете, что что-то происходило неправильно, что что-то было не то. Причём у каждой, каждый может назвать свою причину. Кто-то скажет, так у нас правительство, так и так, а другой скажет, и у каждого оно своё правительство, да, и тоже оно так, и так. Короче, есть в каждом месте какие-то свои вещи, которые мы реально понимаем, они пошли не так. Гмара говорит, что ученики Раби Акивы умерли, потому что они не уважали друг друга, они не давали друг другу жить. Мы с вами, нам достаточно того, что мы даже заходим в виртуальную сеть под названием, и неважно, фейсбук, не знаю, эти же жели, любые там, наклассники, у кого что есть, или любая, неважно, да. И практически в каждой группе, на каждом месте мы находим споры, каждый хочет доказать, что именно он прав, именно он знает, как хорошо, именно так, как жить, именно это и является правдой. Так вот, в Ишеве Раби Акивы, где были величайшие Талмиды Хахамим, большие праведники, это было место, где люди соревновались в том, кто из них лучше. Я бы сказала, грубо, кто Талмид Хахамистей, да. Хотя, не дай бог, ни в коем случае нельзя говорить о Талмиде Хахамиме с неуважением, потому что, я еще раз повторяю, что это были элиты, это были потрясающие люди, это были не просто лучшие ученики, это были люди с высочайшими человеческими качествами, да. Настолько высокие были эти качества человеческие, что сейчас, да, по прошествии почти двух тысяч лет мы находимся в трауре. То есть, слышите, есть такое, есть некое несоответствие. Как такое могло случиться? Такие великие, такие большие люди и совершают такой поступок. Может быть, они не любили друг друга, может, они не знали, как его выполнить, может, они учили что-то другое, какую-то другую тару. Как такое могло случиться? Тана говорит, что ученики умерли от некого вызывания, которое называется дифтерия. Да, дифтерия – это некая бактерия, как мы сейчас говорим, хайдак, да, некая дифтерная палочка, которая, как работает тот, кто не знает, что такое дифтерия, да, эта бактерия, она поражает насоглотку, и там происходит отек, и человек просто не может дышать и задыхается. Немножко похоже, да, то, что у нас происходит с короной, тут у нас, правда, легкие, но в принципе принцип похожий. Что я хочу сказать? Это очень важно, я говорю про то, как проистекала эта болезнь. В гемаре говорили, что про какое неуважительное поведение мы говорим. Как это происходило? Проходило, когда один учитель, ученик доказывал другому, что только он прав. У каждого из них, они были на высочайшей ступени понимания и умения, и знания, на каждого из них были какие-то совершенно потрясающиеся души и тара. И казалось бы, что они делают абсолютно все во имя Всевышнего. И какое наказание они получили? Они получили наказание на себе не показывают, не дай бог, через носоглотку, через рот. Так как из их рта, так оттуда выходили неуважительные слова по поводу их друзей, товарищей, Талмидей Хохамим. Или наоборот, очень уважительные по отношению к своему и только своему мнению. Мне очень важно еще сказать, рассказать вам про то, в котором мы с вами сейчас находимся. То есть нам надо с вами понимать, что между Песоха и Шивот, когда посредине, у нас месяц Яр, мы сейчас с вами в месяц Яр, это потрясающе хорошее время, которое должно было бы бобреев. То есть, не дай бог, если бы не было того, что произошло тогда с учениками Рабиакивы, это совершенно удивительное время. Говорится, что Яр, Яр у нас второй месяц, после Ниссана, второй месяц, согласно Таре, называется, также этот месяц называется Зив, месяц сияния. Так, в самый разгар весны, сейчас, в стране Израиля, обычно, всегда сияет солнце. Кто сейчас живет в Израиле, скажите, пожалуйста, сияет ли у нас сейчас с вами солнце? Обычно, после Песоха, удивительная погода, потрясающая, есть ли у нас с вами сейчас солнце? Ваш ответ, надеюсь, вы напишете. В этом месяц Яр, не в этот, не сейчас, а раньше, начал подать Ман, Мана Небесная. После того, как мы вышли из Египта, мы оказались в пустыне, нам надо было что-то кушать, и Всевышний дал нам от своего, от своих щедрот, Ману Небесную. Также в этом же месяце в яйре удостоились с вами колодца Мирьям, который снабжал нас водой в течение того же срока, что Эман, почти до того же срока. Кроме того, важно понять про этот месяц, что знак Зодиакаево это телец, на иврите это бык. И именно поэтому Яшо Бен Нун и смог в этот месяц преодолеть Амалека. И вот Всевышний в этот благословенный месяц посылает эпидемию совершенно удивительно. Это благословенное время, и тем не менее это эпидемия, и мы с вами почти 2000 лет находимся это время в трауре. Всё это делается для того, чтобы показать всему миру, не только нам, но и, конечно же, нам, и те, кто должны научиться, что не бактерии убивает и не солнце спасает, а неуважение человека, одного человека к другому, это именно то, что убивает наш мир. Ну, опять же, посмотрим вокруг. Неужели мы можем честно сказать, что вокруг нас царит любовь и уважение друг к другу? Конечно, каждый говорит, каким взглядом ты посмотришь, таким взглядом ты увидишь. Я согласна. Я согласна, да? Но, тем не менее, есть вещи, которые даже смотря хорошим взглядом ты не можешь не заметить. еще раз, давайте вернемся и подумаем, неужели все вот эти большие люди, все эти великие мудрецы, тары, не знали о заповеди возлюби своего ближнего, как самого себя. А если мы подумаем, как вообще они могли это не знать, если их учитель, их раби, это раби Айкива, который был самым большим примером этих слов. Даже в наше время любой ребенок летнего возраста учит, а есть которые и раньше, да, учим псуки, мы с музыкой и так далее, они знают, что Амар Абия Агива Вагафтли Реха Камоха Зеклаль Гадоль Батарам. Абия Агива говорит то, с чего я начала, возлюби ближнего своего себя, и это великий принцип тары. И есть заповеди из нашей тары, ну, больше 100 точно, да, которые стоят, именно основываются, или наоборот, которые одно это высказывание их перекрывает, да. Раби Агива не просто говорил, не просто говорил эти великие, замечательные слова, а он был живым примером этих слов. Раби Агива был настолько великим человеком, что Муше Рабейну, когда он беседовал с Всевышним, и Всевышний его посылал когда-нибудь мир, Муше Рабейна, как мы знаем, был даже пророком. Так вот, он говорил Всевышнему, что есть другой человек, который достоин принести людям Тору. Да, этот человек, это Раби Агива, прородится в дальнейшем и так далее. Вот, сделай так, чтобы этот человек у него тоже, на что, конечно, Всевышний ему ответил, не решай, не решай за меня, кому что делать. Есть еще одна вещь, про которую тоже пишут мудрецы, когда обсуждают, что же произошло с учениками Раби Агивы. Не все подключаются к этому понятию, не все его принимают, и я тоже стараюсь в своей жизни жить так, что я считаю, что эта вещь не работает, но тем не менее, я должна сказать, потому что нашим мудрецам есть такое понятие, как айнара, по-русски сглаз, когда человек очень много хвастается и выставляет, что он в этом и в том такой правильный, и он такой хороший. Что получается, что говорится в наших источниках про это? Так вот, суть вот этого хвалебного поведения и зрения себя «я лучше, я лучше, я лучше» заключается в том, что когда люди видят успех у них просыпается вопрос «а почему у него так хорошо? Почему именно ей или ему удается или удалось?» И именно этот вопрос, потому что вопрос, куда он идет, да? Когда нам плохо, за что-то мы обращаем наш вопрос и понятно, что наши вопросы поднимаются наверх и вызывают очень пристальное внимание на небесном суду, да? И так открывается книга жизни того человека, про которого говорится, и начинают рассматривать его поступки и зачастую может выясниться, что именно этот человек не заслуживает в полной мере того, чем он обладает, да? И пока вот этот вопрос не туда наверх, то мера милосердия, я с вами у нас был не так давно урок про меры милосердия, да? Так вот, мера милосердия, она дает возможность человеку получать то, что называется в кредит. Но когда приходит время разбирать дело, и встают сразу, вы знаете, эти два милосердия, каждый выкладывает свои плохие и хорошие доводы, да, то суд все это дело разбирается по мере правосудия, по мере суда. И тогда понятно, что могут быть неприятности. Рамбам вот в своей книжке, у него есть такая книга, которая называется очень важная книга, на самом деле, это хорошо бы в принципе нам когда-либо начать ее учить, книга называется «Законы сохранения жизни». Каждый должен знать, как ему сохранять свою жизнь. Так вот, он пишет там достаточно строгие такие важные вещи о том, что тот, кто пренебрегает законами, данными нашими мудрецами для того, чтобы сберечь жизнь и здоровье человека, то такого человека надо наказывать. Опять же, еще раз повторюсь про то, что в нашей временной сделали несколько постановлений, которые мы должны слушать, в частности, о том, ходить в синагогу, не ходить, как детям учиться, не учиться. Так вот, тут это как раз мы должны прислушаться к мнению Рамбама, как в принципе мы всегда должны прислушиваться мнением мудрецов и действительно таким образом сделать. Я хочу рассказать небольшую историю про одного пожилого человека, которому было 95 лет, и вот как-то, не в наше время, вот как-то в Рошашина он пришел к синагоге и сел на скамеечку. Вот приходит время молитвы, и он все сидит на скамеечке. Выходят к нему люди и говорят, что такое, почему ты сидишь тут на скамеечке, заходи скорее в синагогу, мы найдем тебе тут удобное место. А он им отвечает, я лучше посижу тут, ангелы меня забыли, лучше я им не буду напоминать о себе. 95 лет живу себе спокойно, не надо напоминать ангелам о том, что я существую. Дай Бог, не придется стоять на суде. Вернемся к ученикам Раби Акива, Талмиде и Хахамим. Наверное, то, что они были действительно, Талмиде и Хахамим на таком высоком уровне, и они были такими действительно достигшими невероятных высот. И количество учеников от 240 тысяч это была самая большая Ишива того времени. Не было больше таких Ишив. Все это, видимо, вызывало большую зависть. Так что мы можем себе предположить, и так написано в Медрашах, что это самое вызывало на них, на эту ситуацию Айн-Арам. И открыли книгу жизни на небесном суде и поступков и увидели, что и хоть и есть у них большая любовь друг к другу икторе, но нет с ними уважения. Почему уважение так важно? Да, так бывает, что как бы нехороша была любовь между людьми, но эта любовь может часто жить близких нам людей. Очень, знаете, говорят, что любовь, она очень сильная любовь. Есть сорт любви, которая совершенно себе все подчиняет, она не дает развиваться другому отдельно от тебя. Есть такие мамы, которые своей любовью душат детей, есть такие жены, есть такие мужья, которые своей ревностью или недоверчивостью душат своих жен, захватывают вот так вот любовь, захватывающая кольцо. говорится, что именно это и случилось там, излишек вот этой была слишком сильная любовь. Опять же, о чем речь идет, если он говорил про другого что-то, о какой любви идет речь. А было это примерно так. Я тебя люблю и я знаю, что моя точка зрения, она самая правильная и именно я достиг того самого, той самой высоты тары и именно только так правильно, значит и ты должен делать ровно так же. Вам что-нибудь это напоминает? Вы это где-то слышали такое? А если ты не думаешь так, как я думаю, то ты не любишь меня. И вот именно то, не хочется ученикам рабиакивы, это уважение, дать место. И даже если ты и думаешь по-другому, да, ты все равно должен, обязан уважать мнение другого человека. И да, дать какое-то право на ошибку другому. Если ты скажешь, что он неправ, ты должен дать ему уважение и дать возможность думать или делать так, как он считает правильно. Иначе желание, чтобы человек принял именно твою точку зрения, твое мнение, это на сегодняшний язык можно назвать неким таким психологическим подзатыльником, да, на нашем слушай меня, более опытного и умного человека, да, то есть, если я более опытный и умный человек, значит, ты менее опытный, скажем так, выразимся другими словами, да, и тут мы должны понимать, что ни одна любовь, никакая любовь в нашем мире, она не выдержит, не выживет без уважения. Я закончу, хотя вижу, что уже время подошло к концу, тем не менее, я хочу еще рассказать один небольшой рассказ, который я слышала утро в Ашкинаде о неком Рэбе, который шел как-то в окружении своих хасидов утром после молитвы по улице, не знаю, 8-9 часов утра, 10, не знаю, когда он там заканчивает, и шел он по улице, где было очень много маленьких магазинчиков, и вдруг он остановился около одной маленькой и совсем незаметной дверки. И это оказался некий магазин часов. Он зашел внутрь этого небольшого помещения. В этот момент все хасиды стали удивляться, никогда такого не было. Много лет Рэбе возвращается по этой дороге, чтобы Рэбе сам пошел и зашел в какой-то магазин, и тем более в магазин часов, совершенно непонятно и удивительно, потому что если Рэбе хочет что-то купить, он всегда может пригласить к себе хозяина магазина, и тот обязательно принесет ему все, что хочет, и принесет, и покажет, и покажет пряние у него дома, и в любое время, когда Рэбе это будет надо и удобно. И вот Рэбе зашел в магазин и говорит, что у моей жены сегодня праздник, я хочу купить ей самые хорошие часы. Хозяин магазина зашел какой вообще великий почет, и он сразу вынимает ему и такие часы, и всякие часы, и показывает, и показывает, и то, и все, но Рэбе никак не может решить, что же ему надо, что красиво, что хорошо. И говорит Рэбе этому хозяину магазина, нет ли у тебя случаям жены в магазине, ведь ты знаешь, что только женское сердце может понять то, что другому женскому сердцу нравится. И тогда хозяин магазина, конечно, очень удивившись, позвал свою жену. Рэбе попросил показать самые дорогие часы, самые красивые, и действительно выбрал и купил эти самые дорогие часы, оплатил их, и сказал хозяин. Так благодарю вашу жену. Она необыкновенно помогла, она просто спасла меня, только благодаря ей я смогу сделать своей жене этот подарок. И тогда эта жена говорит, эта жена продавца говорит, ваша жена принимая людей, будет чувствовать себя счастливой в этих часах. Рэбе заплатил огромную сумму, совершенно необыкновенно большую сумму, которая в принципе несколько тысяч долларов за эти часа, за эти часы вышел из магазина. И хасиды пытались понять, какое случилось, зачем Рэбе зашел в этот магазин. В конце концов они не выдержали и спросили его, Рэбе, зачем вы пошли туда и купили эти часы, ведь у вашей жены нет никакого дня рождения, нет никакого праздника. Рэбе сказал, да, у моей жены нет дня рождения и есть совершенно ненужные часы. Но вчера вечером я шел по этой улице и я услышал, как этот продавец кричит на свою жену. ты старая глупая женщина, посмотри за сколько дней ты не смогла продать даже самые дешевые часы. Какой толк от тебя? И я понял, что только таким образом я смогу вернуть уважение и шлумбайт мир в семье. А мы знаем, когда только что с вами выучили, что когда нету мира в семье, человеку и жить не хочется. Происходят разные плохие вещи. У многих из нас подрастают дети и каждый из нас, все мы хотим, чтобы наши дети, они были счастливы. И знаете, у меня с Божьей помощью девять детей и восемь из них уже женаты. Я занимаюсь шидохами, работаю с большим количеством людей. И с Божьей помощью у меня вот уже есть восемь шесть свадьб за восемь лет, восемь шесть хуб. И первое, что я хочу посоветовать и своим детям, и людям, которые помогают, первое, что должно, что людям надо внести в свою жизнь, это должно быть уважение. Если у вас будет уважение друг другу, уважение между мужем и женой, между родителями и детьми, будет уважение, будет любовь, и все хорошее придет в вашу семью. И, наверное, еще важно понять, что Всевышний, Он очень любит нас. И, тем не менее, Он дает каждому из нас и разную внешность, и разные возможности. И хоть мы все вместе с вами являемся одним народом, являемся одним душой, одним телом, и тем менее ведет нам все разное каждому из нас. То есть папа, наш папа, он уважает каждого из нас. Это тот пример, от которого мы должны длинуть. Любавический ребе все время говорит о том, что каждый должен сам строить свой мир, а не потому, что ребе делает какие-то чудеса, несколько сот лет назад, как появился хасидизм, 200 с лишним лет назад, было принято, что каждый ребе, он был как чудотворец. Есть проблема, мы пришли к ребе, ребе сотворить чудо, ребе помолится, его силами произойдет, что такое нет. Любавический ребе у нас говорит нет, нет, я не пришел делать лично, каждый из вас, каждый, ребе уважает нас, каждого из нас любит, говорит, каждый из вас должен менять свою жизнь и менять этот мир, понятно, что к лучшему. И именно это и есть настоящая любовь, давать уважение, возможность и силы делать хорошие вещи. Поэтому настоящая любовь, включающая в себе уважение и дающая место каждому, это именно то, от нас и требуется. И именно этот урок мы должны выучить из того, что было тогда с учениками Рабиакивы, из того, что происходит сейчас с нами, эпидемия, пандемия, или как вы ее не назовете, у каждого из нас есть свое предназначение. И если мы где-то ошиблись, а все люди ошибаются, и я знаю, что много, наверное, ошибок в жизни, у каждого из нас есть возможность все это исправить. Неважно, с какой точки, встать, взять и исправить. Желаю вам хорошего вечера и действительно каждый может сделать хорошего в этой жизни. Всего хорошего.